Справедливость и политический плюрализм являются высшими ценностями и гарантируются. Национальный суверенитет принадлежит народу Республики Молдова, осуществляющему его непосредственно и через свои представительные органы в формах определенных конституций. Ни одно частное лицо, ни одна часть народа, ни одна социальная группа, ни одна политическая партия или иное общественное объединение не могут осуществлять государственную власть от своего имени. Узурпация государственной власти является тягчайшим преступлением против народа. Уважаемые товарищи, коллеги, я процитировал статью 1 и 2 Конституции Республики Молдова, высшего закона нашей страны. Это основные принципы суверенитета, государственной власти, демократии и правового государства. Но сегодня эти принципы в нашей стране остались только на бумаге. С тревогой приходится констатировать, что за последние годы суды превратились в инструмент для обогащения властей и обнищания народа. Только за последние пять лет уровень доверия граждан к судам снизился с 36% до катастрофических 5% сегодня. Прокуратура находится в кармане у олигархов и превратилась в инструмент шантажа и давления. Коррупция стала нормой, а не исключением. Конституционный суд, состоящий из иностранных граждан, открыто и цинично распродает страну и народ, переписывает нашу историю, язык и традиции. Депутаты из правящей коалиции совместно с депутатами-предателями и перебежчиками сегодня не несут никакой ответственности перед избирателями. Политический туризм, партийный туризм стал способом для обмана, личного обогащения и прикрытием для предательства избирателей. В Молдове конституция и законы подменены соглашениями между лидерами коалиции. Некоторые могут возразить, что во многих странах существует и работают коалиционные правительства, действуют межпартийные блоки. Да, это так, но нигде в демократических правовых государствах секретными соглашениями не были распределены между партиями, судебной инстанцией, прокуратурой, органами безопасности, надзорные органы, счетная палата, конституционный суд. Фактически сегодня каждая партия коалиции, а на деле их лидеры, получили свою вводчину. И все это сопровождается правовым нигилизмом, взрывом преступности, увеличением безработицы, ростом цен, тарифов, налогов и сборов, обнищением народа, приватизацией государственной собственности, постепенной потерей нейтралитета и суверенитета и, наконец, поглощением нашей страны Румынии. Все это перечисленное вписывается в понятие «захваченное государство». Уважаемые коллеги, учитывая сложившуюся ситуацию, партия коммунистов уделила особое внимание в проекте предвыборной платформы разделу «Демократия», «Правовое государство» и «Верховенство закона». Очень важно, чтобы в будущем правительственные решения были одобрены народом. Необходимо разработать механизмы и процедуры, которые исключили бы олигархический характер власти. Также, в нашем понимании, восстановление «Верховенство закона» означает правительство народа, управляемое народом и существующее для народа, реальное разделение властей на исполнительную, законодательную и судебную, а также их взаимодействие, представительный легитимный парламент, осуществляющий посредством закона волю народа. Независимая судебная система как основной механизм приведения законов в жизнь. В этой ситуации партия коммунистов предлагает для открытого обсуждения следующие меры, которые позволят вернуть власть народам. Изучить и внедрить народные суды. А это предусматривает, что все судьи, в том числе и Конституционного суда, должны избираться всенародно, а в случае нарушения присяги, закона или Конституции, подлежат досрочному отзыву также народам. Прокуратура должна действовать в защиту интересов граждан и руководствоваться только законом. Для этого предлагается ввести жесткий народный общественный контроль. Депутаты должны нести ответственность перед избирателями, выполнять взятые на себя обязательства. А в случае предательства избирателей внедрить механизм досрочного отзыва мандата депутата у таких оборотней. И что важно, для повышения ответственности необходимо разработать механизм отзыва мандатов не только у депутатов парламента, но также и у советников всех уровней. Для искоренения коррупции предлагается изучить возможность внедрения специализированных судов, в компетенцию которых будет рассмотрение только дел, связанных с коррупцией. Уважаемые коллеги, наверное не только наш долг, но и обязанность состоит в том, чтобы основные принципы демократического и правового государства из простой бумажки превратились в норму и закон. А это случится только в том случае, если власть непосредственно будет принадлежать народу. Спасибо за внимание. Спасибо, Артур.